Аплодисменты Спасибо, что пришли. Это раз. Спасибо, что есть такое место, где мы можем попеть песни. Мы, конечно, уже не первый год, я не помню, сколько существует уже Гнездо Лухаря вот здесь. Лет пять, шесть? А? Нет, два года нет, потому что года четыре. Года четыре. Не строится сейчас. Извините, сейчас попробуем. Ну что, попоем что-нибудь? Я, конечно, поставил какую-то, сделал какую-то программу, но это совершенно не обязательно, потому что то, что написано, это вот так оно просто для того, чтобы не сбиться. Может, у вас возникнут какие-то пожелания, так что присылайте, пожалуйста, записки, с места кричать не надо, да, но вот если у вас на салфетках, пожалуйста, можно что-то писать, если заходите, что, ну, если я смогу, конечно, потому что я помню много, но не все. Ну, начну я с такой, с основополагающей такой песни. С стихи моего друга Леши Морозова. Их будет две. Одна более новая, другая более старая. Ну, ну и вот. Когда тело с душой расстанется, Когда свет породнится с тьмой, В благодарных домах останется Думать, как бы чего не вышло, Угождать, присмыкаться, врать, Ни к чему, все равно Всевышний Всех построит у царских врат. В тишину застекленных студий Не проникнет мой робкий стих. Пусть меня на земле осудят, Пусть Отец Небесный простит, Что ж, гимщик, потихоньку трогай, На ухабах не спи, гляди. Полетим столбовой дорогой Вслед поющим впереди. Не усудни славы земною, Не причистен клик усветил, Слышу, как поет со спиною Тот, кто песенку подхватил. Когда тело с душой расстанется, Когда свет породнится с тьмой, В благодарных домах останется Непоставленный голос мой. Непоставленный голос мой. Непоставленный голос мой. Ну вот и опять застолье, И в масляных пятнах балет, Наследие времен застойных, Последних счастливых лет, Где водочки привкусины, Теричь вождя смешаны, И жены еще невинны, И сами мы не грешны. Лощеный бармен застойкой Сварганит любой коктейль, А я из времен застойных Алжирского захотел. Там вкус в карамели взлетной, Там дым, папирос пребой, И свитер прожженый слетный, И пух над верхней губой. И свитер прожженый слетный, И пух над верхней губой. Давайте же выпьем, братцы, За этот горний приют. Куда уже не добраться, Где нас еще не поют, Где хрипло дерзит высоцкий, Подбивит ковбун. И больно глядеть на солнце, И Лен нам всегда живой. И больно глядеть на солнце, И Лен нам всегда живой. Ну вот и опять застолье, И в масляных пятнах палет, Наследие времен застойных, Последних счастливых лет, Где водочки привкус тины, Где речи вождя смешаны, И жены еще не винны, И сами мы не грешены. И жены еще не винны, И сами мы не грешены. Вы знаете, Я вспоминаю такую маленькую историю, Когда еще Сергей Яковлевич Никитин Был молодой, задорный, Он пел так здорово, хорошо, Прошло время, Он стал примерно таким, В таком возрасте, как я, И стал петь только... Да, по бумажке. Но, вы знаете, Он говорил такую историю, Он забывал слова, И сказал такую историю. В свое время, В конце 80-х годов, Помните, Было такое общество памяти. И вот он рассказал, Что когда он увидел демонстрацию, И кто-то нес такой плакат на демонстрации, Где было написано, Лучше склероз, Чем такая память. Вот. Время идет, друзья. Да. Я уже не говорю там о моем друге, Большом Тимуре Шалове, Который просто без бумажки, Да, он просто кто-то там другой. Но у него там просто такое многословие, Что практически невозможно там что-то запомнить. Хоть и сам сочинил. Да. Ну вот есть такая... Я попробую сейчас петь Песню, которую я редко исполняю. На стеке был такой... Я не знаю, жив он, Или дай Бог ему здоровья, Игорь Бондаревский. Когда-то у меня была такая компания, Виталий Калашников, Бондаревский. Наш еще как бы этот... Гена Жуков. Да, спасибо за подсказывание. Видишь, где... Да, склероз. Ну вот, надеюсь, что он еще жив и здоров. Ты ставишь новую пластинку, И танец медленно играет, И нам становится неслышно, Как наше время умирает. И нам становится неслышно, Как наше время умирает. И чудится во время танца, Что вечность есть у нас для счастья, Но что такое эта вечность? Она, улыбня в нашей власти, Она капризней, чем удача, Она иголкой нависает. Над всей музыкою нашей, Над нашей жизнью и любовью. Над всей музыкою нашей, Над нашей жизнью и любовью. И мы смутимся ненадолго, Когда закончится пластинка, И вновь опустится иголка, И вмиг забудется заминка. Ты ставишь новую пластинку, И танец медленно играет, И нам становится неслышно, Как наше время умирает. И нам становится неслышно, Как наше время умирает. На стихе Юрия Левитанского песня Начинается в далеком 77-м году. Как сейчас помню. Помню такая передача была «Ширий круг». Как-то нас полюбил редактор Шесвальер, Полюбил редактор этого передачи. И позвал он, ну не на одну передачу, Вот я помню, была передача, Когда мы снимали в Одессе. И почему-то она так задумывала, Да и режиссер, наверное, подумал, Что вот хотели меня снять В каком-то таком интересном месте, И там, извините, Сейчас, конечно, страшно сказать об этом, Но это было далеко, Очень давно, В начале 90-х годов, Или в конце 80-х даже, Там был дом, Где упала первая просто стена. Вот такая. И вся обстановка осталась на месте. Да. Все там вот, И мы там залезли там, И нас там снимали просто. Очень смешно. Сейчас слушается. Как-то это очень невесело. На стихе Юрия Левитанска. Человеку живется горько, У него серванты горка, Есть диван, И жена под боком, А ему все выходит боком, Он в квартире своей томится, Перед ним океан дымится, Острова в океане дикий, Он хотел бы плыть на контики, Нет ни горки и ни серванта, Обстановочка стеровата, Не в квартире, Не на диване. Человек плывет в океане, Он клянет его Бога в душу, Он во сне уже видит сушу, Но кишит океан акулами, И дымком берега окутаны. Человека трясало, ломало, Все ему, человеку, мало, Подава ему плод запретный, Очень любит он плод запретный, Он и в тесном трамвае едет, И совсем никуда не едет, Все равно он куда-то едет, Все равно этим плодом бредит, Он к нему простирает руки. На губах ощущая сладость, Он не может без этой муки, Это старая его слабость. Человеку живется горько, У него и сверланты горка, Есть диван, и жена под боком, А ему все выходит боком, А ему все выходит боком, А ему все выходит боком. Та-дай-дай-дай-дай-да Та-дай-дай-да Та-дай-дай-да Человеку живется горько, У него и сверланты горка, Есть диван, и жена под боком, А ему все выходит боком Вплоть до «Взгляда» Переходим во «Взгляд» Нас позвали Было такое время У вас про Легачева песня есть? Он так Нет А про Горбачева? Нет Мы спели какую-то песню Они выбрали из пяти Снимали, по-моему, часов шесть Были времена веселые Я попробую сейчас спеть песню Которая тоже из тех годов У меня есть несколько песен на стихи Нашего дорогого друга Дмитрия Антоновича Сухарева Ему в этом году уже исполнилось 91 год Давайте пожелаем ему здоровья Пусть он будет Дай Бог да Вот одна из таких песен Которую он, по-моему, очень любит Играет музыка Играет музыка Играет музыка Строжайшая женщина в мире Над ужином тихо колдует Пред нею картошка в мундире И соли немножко, и лук Ее непоседливый друг На клубень с усердием дует Пред ним кожура на газете И хлеб на газете и соль И располагает в беседе Накрытый клеенкой Стол А день За окном Исплевает Он сумрачен и староват И лампа на них изливает Свои шестьдесят что ли ватт А руки им греет картофель И дело идет к темноте И чайник стоит на плите Строжайшая женщина в мире Над ужином тихо колдует Пред нею картошка в мундире И соли немножко, и лук И окна холодные эти И этих картофель индук Так располагают в беседе И не обязательно вслух И окна холодные эти И этих картофель индук Так располагают в беседе И не обязательно вслух И ненам И чайник И лук И лук И шанс И лук И лук И лук И лук И лук И лук Вот еще одна тоже старая песня Продолженность стихи Давида Самойлова. Когда-нибудь я к вам приеду, Когда-нибудь, когда-нибудь, Когда почувствую победу, Когда открою новый путь, Когда открою новый путь. Когда-нибудь я вас увижу, Когда-нибудь, когда-нибудь. И сам себя возненавижу, И к вам в слезах паду на грудь, И к вам в слезах паду на грудь. Когда-нибудь я вас застару, Растеренную, как всегда. Когда-нибудь я с вами кану, В мои минувшие годы, В мои минувшие годы. Интернский Каждый И По такой глубокой эльгирике, я бы так сказал. Вот еще одна такая очень старая песня. Почему-то девушки почему-то ее очень любят, я не знаю почему, сам не знаю. И все время просят, ну спой, ну спой, ну спой. Ну вот я решил испеть, да, наконец-то. Чистики я уже не помню, было так давно, что уже все это потерялось куда-то, да, и я даже не могу, ну, даже в интернете. Как будто я сам сочинил, хотя... Сейчас попробуем. Тем более, что сейчас как раз время такое, уже как раз, оно уже подошло, имеется в виду по погоде, да. Песня по погоде. Ну и кто-то вспомнит, наверное, свою молодость, наверное, какую-то. Вот так мы всю осень прожили, под крышей по дням выходные. Слегка подморожен на грядке, под ножному корму конец. Конец, под ножному корму конец. Опять на еде экономя, дешевое купим вино. Так быстро сверкается в доме, как крохотно это окно. И молодо, ново и страшно, скорей же, скорей же, узнай, Как в рыве переполненных чашек ликуют и льют через край. И в горле паршивое жженье, как вспомнил сумбур этих лет. Одна лишь пора с оживеньем, дыхание больного нет. Да былое вернись же оттуда, ни хаосом, ни низким огнем. Клянусь тебе, я не забуду ту пропасть между ночью и днем. Ту пропасть между ночью и днем. Ту пропасть между ночью и днем. Такие хорошие песни я раньше сочинял, да. Прошло время, да. Сами понимаете, да, уже проходит. Сочиняются немножко другие песни на эту самую тему «Вечно зеленую». Да, вот на стихи Леша Морозова вот получился у нас такой вместе с ним минорный блюз. Грязная мрачная лестница, тусклый оконный проем. Если от жизни повесится только с любимой вдвоем, Ветер вяжет, а метелица воет на торцию вниз. Чайник мычит, но не терится, давит снегирь на карниз. Что ж ты, как красная шапочка, мне не несешь пирожки? Лапочка, 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 не выпускай коготки. Ну, освети мне, как лампочка, тусклые наши деньки. Кто ж еще с нежностью, лапочка, может коснуться щеки? Угомонилась метелица, с ветром закружит твой всок. Белой поземкою стелется, ты загляни на часок. Годы свистают, как тряпочка, бурные ночи редки. Но это же не поводы, лапочка, чтобы пускать коготки. Но это же не поводы, лапочка, чтобы пускать коготки. Спросится, видимо, остороже там, на неизбежном суде. Не воль грехи годы прожиты, весь битый срок отсидел. Вдоль и вкручивал лампочек, ржавый плафон в потолке. Много ли осталось от лам, лапочек, шрамов на бритой щеке? Лапочка, 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 не выпускай коготки. Лапочка, 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 не выпускай коготки. Лапочка, 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 лапочка. Веснар. Если такая тема пошла, еще одна песня. На эту тему Стихи написал Алексей Захареньков Который присутствует сегодня в этом зале Спасибо, Леша У меня есть много песенного стихи Покажись хотя бы, Леша Где-то есть Ты перестань Молодец Он лохмачит меня Тоже, кстати говоря, бывший Леша Ну, вот видите У нас судьба распределилась Он как-то поближе уехал От Риги, да, я подальше Ну, вот Сейчас такая вот песня Каждая охотник Желает знать Каждая полковник желает стать Только садом Транить секрет Жизнь не кончается Смерти нет Тайной двери Твори ключом Вишь, склонишься Над ручьем Мир пред тобой Приклоненный вниз Жизнь начинается Где-то здесь Где-то здесь Белая книга Остывший чай Снова рука На ее плечах Снова щека На его плече Жизнь пребывает В таком ключе Солнечная дому Скоро она подойдет к нему Прячь глаза Замедляя шаг Жизнь продолжается Как-то так За горизонт Упадет звезда Утром мой сон Ты прочешь листа Спи, засыпай, Выключай свет Жизнь не кончается Смерти нет Белая книга Остывший чай Снова рука На ее плечах Снова щека На его плече Жизнь пребывает В таком ключе Белая книга Остывший чай Снова рука На ее плечах Снова щека На его плече Жизнь пребывает В таком ключе В таком ключе В таком ключе То, что было сейчас Вот летом Наверное Что-то навеялось Хочу спеть Мне на эту песню Ну, написано было Довольно давно Там лет 15 назад уже Да Ну, вот Сейчас настало Может такое время И вот Моя память Еще один март Приказал долго жить Панихида Пасхали бы Копели Первый месяц Ясны На погосте Лежит И уж точно Черед запрели Двадцать лет По кольцу Не грусти Машинист Ожидают И нас перемены Вот последний итог Словно песня Напис И разгульный Априв После смены Погоди Все пройдет Как проходит зима И летает В руке Сигарета Или все Удержать Или съехать С ума Только ты Не надейся Я на это Знаю все Что случится Почти наизусть До движения До взгляда До вздоха Как скончается март И проявится грусть Звуки И окон Как скончается март И проявится грусть За проемом Оттаявших окон Будь ты проклята ты Как ты мне надоел Я объелся тобой До икоты Я последнюю песню Еще не допел Никому помирать Неохота Но еще один март Приказал долго жить Панихида Подскали бы Копели Первый месяц весны На погосте лежит И уж точно Через апреля Двадцать лет по кольцу Не спеши машинист Ведь судьба нам не светит другая Вот последний виток Словно песня на бис И глядишь Дотянули до мая Вот последний виток Словно песня на бис И глядишь Дотянули до мая Вот последний виток Словно песня на бис И глядишь Дотянули до мая Сейчас попробую спеть песню На стихе нашего, мне кажется, такого великого современника Я хорошо с ним знаком Бахрит Кенжеев, поэт Сам он живет в Канаде Сам по национальности казах Но пишет стихи по-русски Есть песни у меня на его стихи Но вот одна из них Редко исполняемая Вот такая Что-то вы притихли как-то Это тоже новая стихия Но сейчас я не готов ее исполнить Что делать, родная? Метельный балет Не трогает мерзлой земли Куда мне девать лотерейный билет В котором сплошные нули Попробовать счастье в другом тираже Но музыка гаснет уже И молодость явно подходит к концу И выигрыш мне не к лицу О, Господи, мне лезь сидеть у окна На раннюю старость творча За ласковым глой За стакан вина В халате с чужого плеча Я все позабыл Словно в шахматах пад Король никуда не пройдет И только дареные звезды дышит Наломанный падая лед И только дареные звезды дышит Наломанный падая лед Кином укревать на такой предовор Ему до могилы валино Полсилы молоть романтический вздор Блистать голливудским кино А я озираюсь в лихом тупике С потертой запиской в руке С обрывком рассказа Где ветер ночной Ни с чем возвращался домой Господи, мне ли сидеть у окна На раннюю старость творча За ласковым глой За стаканом вина В халате с чужого плеча Я все позабыл Словно в шахматах пад Король никуда не пройдет И только дареные звезды дышит Наломанный падая лед И только дареные звезды дышит Наломанный падая лед И только дареные звезды дышит Наломанный падая лед Наломанный падая лед С корни до корон Без беды в отрыв собраться Уходящему поклон Остающемуся братства Вспоминайте наш снежок Посреди чужого жара Уходящему рожок Остающемуся гора Уходящему рожок Остающемуся гора Остающемуся гору Всяка доля Всяка доля Пойму Остающемуся гора Остающемуся гора Останусь с уходящим, Помирюсь с остающимся, Останусь, но в конце пути сияет По заветам Савваофа, Уходящему свиной, Остающимся Голгофа, Уходящему свиной, Остающимся Голгофа. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Были стихи Бориса Чичебабина. А сейчас я немножко поменяю тему. АПЛОДИСМЕНТЫ Дело пойдет о путешествиях. Вот мы все время поездили. Вот поездили, так поездили. Теперь все, отдыхаем. Слава Богу, пора уже степениться как-то. Мы даже с Валерой были первые... Нет, вторые барды. Первые были в Новой Зеландии, а вторые были в Австралии. Но я же не говорю об Америке, Израиле. Это вообще просто родные места. Германия там просто. Мы даже выступали, ездили на Карибы. Есть такое государство под названием Белиз. Да. Редкое, редкое место такое, да. В общем, все было гениально. Можно об этом рассказывать целое... Просто я могу приходить петь и просто начать рассказывать про наши путешествия. Это настолько смешно и довольно задорно весело, что... Ну вот, ну и... Я дружу очень давно с Игорем Мертеневым. И что-то вот сейчас написалось такое... Как раз вот про это, про... Да. И я в конце песни попробовал себе такую вот... Сделать себе такую задачу, что... Было такое у нас ансамбль в свое время домино, кто-то слышал, наверное, да? И... Были такие очень веселые, задорные песни мы там пели. Ну, разные, конечно, да. Вот одна из них вошла в эту песню. Переписать бы корму заново Уехать в дальние края И жить в республике Панановой Как раз последняя свинья Простую жизнь одноклеточной Без всяких там полутонов Под диктатурой опереточной Одною парою штанов Решить проблему гардеробную С размаху раз и навсегда В объятьях мять Мулатку сдобную До трех считать Не без труда Сплотиться с местным населением Сдружившись с местной аношой Извините! Его простым увеселением Отдаться с легкой душой И радости ценить убогие Без нареканий на судьбу И все бананы А технологии Видать в одном В большом гробу Я поехал бы на Малуке Чтоб попробовать вкус муската На Малуке, где фрукты млеют Агластичного аромата На Фернандо попасть и лица Или где-нибудь на Гава Погас Где душистые тени у Аявы И в июле жара не в тягость Коротать бы ночь на Ямайке Или где-нибудь на Гавайях Под гитарные переборы Умирая, живая Переписать бы корму заново Уехать в дальние края И жить в республике Банановой Как раз последняя свинья Свинья Как раз последняя Свинья Как раз последняя Свинья Как раз последняя Вы прекрасно знаете, что у нас было летом Я не говорю там, что случилось, в общем, какие потери я понес Да И я Как-то получилось, там, в течение полутора месяцев Друг от друга они как-то ушли И я дал такой, как бы, не знаю, там, зарок, не зарок Может быть, знаете, как Как какой-то там Рыцарь, да Обед, да Что я на каждом своем концерте буду петь песни Леонида Сергеева Вот так Ну, сейчас вот спою одну песню, которая тоже Она из путешествий наших Музыг написал я Да, для Леонида Сергеевна Мы как-то вот Извините, плавали Опять же, связано так Киев, Одесса, Киев на пароходе Да, и Были такие великолепные закаты Что вот я сидел В каюте Окно было открыто Леонид сидел На улице Мы пили, конечно, там Это был уже вечер Пили, конечно, только кофе Сами понимаете, да Как же без этого, да Да, и вот получилась вот такая песня На фоне заката Спит под волонами Ночная прохлада Волны колышет Зеленое солнце Солнечный зайчик Пригрелся В оконце Тихая мелодия Вот звук пича Что еще надо? Солнечный зайчик Пригрелся В оконце Тихая мелодия Что еще надо? Надо Немного Берег Не дали Шелест Признаний Да птица Речиная Неизъяснимая Таинство Рая Тихая мелодия Вот звук Печальный Вверх По излучине Против Течения Скоро пристанем К истокам Начала Что это было, как много, как мало Тихая мелодия, сон возвращения Что это было, как много, как мало Тихая мелодия, сон возвращения Что это было, как много, как мало? Тихая мелодия, сон возвращения. Спасибо. Ну, еще одна песня. Почему-то переписывают мне музыку. Все сочинил Леонид. Просто, наверное, наслушался. Мы все что-то слушаем, поэтому все как-то впитываем. Я надеюсь, что вы поможете мне сейчас. Перепев будет простой. Я еще хотел сказать, что мы тут задумали, я задумал сделать такую историю. Сначала в Москве проведем 2-3 концерта «Песни под мухой». Мы, по-моему, здесь уже как-то работали с Леогидом, с Валерой «Песни под мухой». Совершенно другая история. Совершенно другие песни. А здесь мне уже Павел, который командует этим залом, предложил уже 1 апреля сделать песни повеселее. Там будет видео, там будет все что угодно. И вот мне будет помогать Александр Прокопович, который сегодня случайно оказался в зале, потому что у него последовательный концерт вместе с Ларисой Брохманом. Между прочим, приходите. Чего так затихли? Лариса Брохман – это все, да? Это… И Лариса здесь, да? Ларка? Я тебя люблю, ты знаешь, да? По волне, не по соленой, по ветчиной, Пароходик, оплывающий с ветчиной, Как положена труба, над нею дым, Только дым слегка не движен понад ним. Зелёное небо, красные облака, А больше краски не было у чудака. Зелёное небо, красные облака, А больше краски не было у чудака. На песочке, не на сладком, с галечкой, Целовались мы украдкой с Валечкой. И зажмуривалась робкая луна, И тихонько освещала нам у чудака. Зелёное небо, красные облака, А больше краски не было у чудака. На листе, не на кленовом, на пустом, Кто-то видит всё, что сбудется потом, Кто-то видит, что прошло, да не забылось, С кем-то рядом, с кем-то вместе, Зелёное небо, красные облака, А больше краски не было у чудака. Зелёное небо, красные облака, А больше краски не было у чудака. Мне очень нравится записка. Мы когда-то записали несколько альбомов Под названием «Песни нашего круга». Мы не знали, что, когда писали «Песни нашего века», Мы не знали, что первый альбом, Что будет продолжение. Мы думали, что будет один альбом и всё. И этого, я думаю, что нам... А теперь записали уже десять альбомов, Поэтому... И вот из «Песни нашего круга» Меня просит спеть Трихоном Петрович. А песню Мишки Четкова Я даже могу продолжить Трихоном Петрович стариной и целлюлитом. Дальше не помню ничего, да. Потому что песня гениальная. Вообще, Миша Кочетков просто гениальный человек. Это наш просто такой современник. Я очень его люблю. Ну и, в общем, попросили спеть ещё... Я один такой, да. Это сейчас будет очень тяжело, Потому что я, по-моему, сейчас не вспомню. Только вспомню только вступление. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ Но песня очень хорошая. Вопросов нет. Я ничего не говорю. Я обещаю в следующий раз её привести сюда. Я вообще её хотел действительно выучить. Ну, когда мы с Валерой пели, это было одно. Сейчас, конечно, немножко другое. Поступили некоторые заказы. Но я попробую сейчас начать всё-таки с такой нейтральной песни. Относительно новой. На стихе Игоря Ерзенева. Которая, как бы... Она вот как-то... Ну... Наверное, опять же, всё об этом, да. Всё, как бы... Я смотрю, что в первом ряду сидит у меня коллега. Правда, он более блестит, чем я, да. Ну... А, всё, извиняюсь. Ещё раз, красиво, собренье. Когда-то гости к нам съезжались, И в доме царствовал Бетлан. А нынче все поразбежались, И затаились по углам. Пироги. 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 И дух веселья в нас очах А впрочем нет, еще осталось Его чуть-чуть на самом дне Хотя все ясственнее старость В немытом видится окне А впрочем нет, еще осталось Его чуть-чуть на самом дне Хотя все ясственнее старость В немытом видится окне А старость этот миг, который Рассив дым наивных грез Нам похоронную конторы Уже грозит вполне всерьез А это выражаясь вкратце Уже не больно, то смешно Так может с духом нам собраться И, наконец, помыть окно Да, укрепить получше раму Да, став волшебный суперклей И пусть эстеты ценят драму А нам комедия милей Да, укрепить получше раму Да, став волшебный суперклей И пусть эстеты ценят драму А нам комедия милей Так, вот сейчас будет очень странная такая история Попробую Такое тяжелое произведение, на мой взгляд Потому что когда-то с 1977 года С 1977 по 1989 существовал такой ансамбль «Домино» в городе Рига Был довольно известен в узких кругах Мы объездили всю Россию Все СНГ С этим ансамблем у нас было в свое время пять человек Две девушки и три парня И вот мы там как бы Даже выпустил какой-то альбом такой Который Я кинул клич во все города России Во все города СНГ Чтобы мне выслали наши концерты Записи наших концертов И из там тысячи каких-то концертов Выбрал там 15 или 17 песен Более-менее которые звучали Потому что раньше, значит, писали все на один микрофон Да, и катушки Все на катушке Ну вот И я попробую сейчас такое легкое попыри сделать Из тех песен Которые мы пели тогда Достанем краски Ножницы к листам И вот готов куклы и наряд Смотри, смотри Как маленький тэцмейстер Движеньем жезл Начал маскарад Уважаемый народ Наш корабль Сигал-бангом Дыгнул-тигал-танго-род Завтра в плавание уйдет Кто-то правильно прочтет Сингл-бангл-бингл-тингл-танго-род К нам отросты подойдет Мы с утра его в парку Поджидаем на борту Стук, 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 но по карману не звенит Стукнул по-другому не слыхать В тихий свой таинственный зенит Полетели мысли отдыхать Но пойду и выйду на восход И мгновечен на от Забыл слово О печали пройденных дорог Шевестеть остатками волос Память отбивается от рук Молодость уходит из-под ног Солнышко описывает круг Сон весь жизненный отсчитывает срок Стукну по карману не звенит Стукну по-другому не слыхать Если только буду знаменит То поеду в Ялту отдыхать Если только буду знаменит То поеду в Ялту отдыхать Когда пошел я в первый класс В тот самый год, в ту пору Костюмчик был в семье у нас И был отцом в пору Отец к нему, отец к нему Проникнут был заботой Спотерт из гиба в бахрому Он старик перед работой Я кончил школу, выбрил пух И преуспел в науке А мой отец, как вечный дух Носил все те же брюки Снова спорят в тепле буфета После черного кофейка Два состарившихся поэтов Из курортного городка Обрамляют светло их лица Ориольная седина Хоть не знает про них столица Ну а стало быть и страна Не явилась им Божья милость Невысоко взошла звезда Не прорвались и не пробились Лишь печатались иногда Этот город деревянный На реке Словно палец безымянный На руке Здесь в Паричье Каждый взгорок Мне замоком Как пять пальцев А колечко на дно Ум дарит, ум дарит, ум дарит, ум Ум дарит, ум дарит, ум дарит, ум Да-да, ах ты свет Друг сосед Старичок пригожит Что ты знал Что ты стал Что за время прожил Прошумели дневники Пронеслись годочки Вот сидишь у реки На своем пенечке Мне безлюбимый белый свет не мил В ее руках Любовь моя и счастье Букет цветов я мил и подарил Быстрее митон Моей судьбе и счастье Набросило в окно А на букет Наверно я не дорог Чернобровы Мои цветы Теперь жует корова Не от стыда Теперь спасения нет Там-там-там-там-там-там-там-там Там-там-та-там Та-там-та-та-там-та-там-та-там Да, вот так, друзья. Ну, давайте споем еще из того же времени, где-то 88-87 год. Вот эта песня сочинена, так же сказать, 1870, да, потому что так было давно, да. Но это как бы, для меня это знаковая песня, наверное. Монолог Иуды. Я могу рассказать о нем вашу историю про эту песню. Когда-то, когда нас любило и релевидение, и всякие там, в общем, всякие концертные залы, да, как-то вот мы очередной раз, правда и сейчас мы выступаем, конечно, да, приходится с разными артистами, ну, совершенно такими разными, хотелось бы, конечно, с хорошими, да, но бывает с разными, да. И вот я помню, где-то конец 80-х годов, и вот там странная такая компания, в общем, я не помню, где-то там, то ли в концертном районе России, где-то еще там, да. И вел концерт такой, Евгений Меньшов, помню, такой актер был, да, и еще одна там ведущая с Первого канала. И, в общем, мы думаем, что спеть-то? Думаю, ну что, ну что там, развеселить народ? Нет, мы бах, и спели Монолог Иуды. Да, специально вот так вот. И после этого Меньшов ко мне подходит, говорит, Вадим, слушай, а вот я веду все-таки передачу, как там называлось-то, в конце года ведется передача, это «Песня года», да. Говорю, я буду не я, если эта песня не будет «Песня года». Да без проблем. Я ему отдал фонограмму, да, отдал фонограмму, через неделю мне звонит, говорит, извини, но редактор сказал, что это не формат. Я говорю, слушай, а что формат-то? Он говорит, а формат-то знаешь что? Яблоки на снегу, розовые на белом, чтобы с ними сделать, да, это формат был такой, да. Ну, в общем, я думаю, что и сейчас-то не очень формат, да. Ну, в общем, монолог Иуды на стихии грузинского поэта Миха Кулевидзе в переводе Евгения Фетушенко. Я еще горд тем, что за три месяца до его кончины он позвонил, Евгений позвонил мне, да, и попросил, чтобы мы сперли эту песню на его концерте. Он слышал ее в записи, а в живьем не разу. Так что так. На горных склонах Ветер звезды пас И молвил нам учитель С болью скрытый Петух три раза Не успеет скрикнуть Я буду предан Кем-нибудь из вас Петух три раза Петух три раза Петух три раза Петух три разогрел Но в ней печаль сквозила сокровенно и постепенно, будто бы измена. Крик петуха Крик петуха за оконами созрел Молчали мы и горные вершины Срок истекал Сквозь тучи свет проник И первый крик Раздался Крик петух Петух до Так неужели ты ошибся, пастырь, Учитель, ясновидец и пророк, Цветыня рухнет, разобьется на смерть, Когда слова не сбудутся в свой срок. Предательство без низкого расчета, Возможно ли, ответа Бог не даст, Но Бог умрет навеки, если кто-то По предсказанию Бога не предаст. Ты и я, решив стать над собой веком, Ламзаньем живым, осквернив устах, Пожертвовать Иисусом человеком, Спасайте Господа Христа. Скорей, скорей, ночь шла уже на губы, И в этой окровавленной ночи Поцеловал учителя я в губы, Чтобы его узнали палачи. Поцеловал учителя я в губы, Иисусом человеком, Спасайте Господа Христа. Пришла пора та самая, Окончены дела, Поцеловал учителя я в губы, Иисусом человеком, Спасайте Господа Христа. Поцеловал учителя я в губы, Иисусом человеком, Спасайте Господа Христа. Поцеловал учителя я в губы, Иисусом человеком, Спасайте Господа Христа. В губы, Иисусом человеком, Спасайте Господь, Спасайте Господа Чайною Ни плача, ни вина, Живет своею тайною, Сокрытый от меня. В июньской ночи в Троицу Я сплю, она не спит, Но лишь глаза закроются, Летит, 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 летит. Летит, 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 летит. Летит, 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 летит. Это были стихи нашего современника, Летития Калашникова. Жалко, что он от нас как-то вот так внезапно ушел, Несколько лет назад. Ну, давайте сейчас я спою еще похожую песню, Немножко другого пламя, на стихе Арсения Тарковского, По просьбе моих друзей. Конечно, может быть, надо уже поменять тему, Ну, раз такая уже, я бы хотел сказать, пьянка пошла, значит... Почему, скажи, сестрица, Не из Божьего ковша, А из нашего напиться Захотела ты, душа. Человеческое тело, Ненадежное жилье, Ты влетела слишком смело, Сердце тесное мое. Сердце может истомиться, Яду не означай глотнуть, И потянешься, как птица, От меня в обратный путь. Но когда ты отзывалась На призывы бытия, Не постельной мне казалась Ножа бедная моя. Может быть, и так случится, Что, закончив перелет, Будешь биться, 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 И не отомкнут ворот. Пой о том, как ты земную Боли, соли, желчь пила, Как входила в плоть живую Смертоносная игла. Пой, бродяшка, пой синица, Для которой корма нет. Пой, как савнам ложится снег, На яблоневый цвет. Как возвысилась пшеница, Да побил пшеницу град. Пой, хоть время прекратится, Пой, на то ты и певица, Пой, душа тебя простят. Почему, скажи, зестрица Не из божьего ковша, А из нашего напиться Захотела ты душа? Человеческое тело, Ненадёжное жильё, Ты влетела слишком смело В сердце тесное моё. Аплодисменты Песня «Наша века» Спасибо моим друзьям, что они 3-4 песни в «Песне века» как-то поставили. Особенно наш десятый альбом «Капли дождевые» Сейчас, если кто знает такую песню, Совершенно сейчас сделали так, что совершенно по-другому звучит. Вообще, эту песню поют разные люди, из разных жанров. Последнюю записал её даже наш друг Олег Митяев. Понимаете, когда Олег поёт эти песни, кажется, что это песни его. Все это знают. Я помню, когда записал песни Юрия Висбора, На самом деле, мне кажется, что это его песни. Ну а вот есть у меня такие несколько друзей, которые... Я просто люблю этих людей и люблю их песни. Вот есть такой Володя Музыкантов, которого знаю тысячу лет. Ещё с Москвы. Он уже лет 35 живёт под Филадельфией в Америке и занимается наукой. Но песни пишет до сих пор. Вот одна из таких песен. Я думаю, что сегодня она как бы... Она подходит... Я бы сказал, кто выучит эту песню, можно петь её на свадьбах, на дне рождениях. Вот это... Да. Ну, к данному моменту она, по-моему, очень подходит. Если это суждено, да будет так. Не случайно мы встречаемся всё чаще. Не случайно души излучают счастье. Не случайно улыбаются уста. Мы собрались ради дружбы и любви, Добровольно отчинившись их устам. Никогда нас волновать не перестанут Эти пристальные взгляды визави. Кто-то хочет все науки изучить, А для нас важнее братское застолье. Да, любовь и доброта чреваты болью, Да, послушай, как мой реквием звучит. Мы собрались ради дружбы и любви, Сохранив свою способность к злодеянию. Сладок я этот мир исполнил странным, Обаянием сладок я, Преподнесенный визави. Молча выпей, от рояля отойди, Но не выдай, что предчувствовал отраву. У любви есть исключительное право И помиловать и смертью наградить. Мы собрались ради дружбы и любви, И расстанемся по этой же причине. Не откладывай гитару, Не молчи, не прячь от взгляда Эти слезы визави. А вот сейчас вообще, друзья, сейчас будет такой… Не знаю, мне просто песни нравятся, понимаете? Вот я такой, как бы, вот, странный человек, да. Не зависит, не зависит, все равно кто сочинил, да. Мне все равно, да. Но зато песня просто… Мелодия классная. Я не знаю, слова, они в то время, конечно, были, может, и такие очень значимые. Ну, а сейчас, особенно, когда там наш народец начал в разные стороны бежать, да, как военно, да. И это не прекращается уже несколько лет, да. Песня из Эрбитуара… Берне спел ее из фильма «Ночная патруль», если я не ошибаюсь. Я только не помню, по-моему, все-таки какие-то богословские. Вот и хоть и биль. Такие мелодии мог сочинять только очень хорошие компоэтеры. Я не знал, я не знал, как я верил тебе, о тебе. Горевал безутешенной тоской, от себя уходил к неизвестной судьбе. И не мог ни на час я расстаться с тобой. Нету свету, счастья нету посреди чужих людей. Но даже птица не годится жить без родины своей. Далеко, далеко я свободу искал и устал. От чужей беды постыл и устал. На чужой стороне побратался с бедой. И я знал, что свобода моя лишь с тобой. Нету свету, счастья нету посреди чужих людей. Даже птица не годится жить без родины своей. Какая мелодия, ребята. Ну и чтобы так печально не было, давайте что-нибудь в мажоре. У меня есть любимый компоэтер, наш своеменник. Я, честно говоря, когда мы записывали какой-то альбом, песни нашего круга, и там помимо авторских песен есть и во втором альбоме, там записано несколько таких песен, которые я просто очень люблю. Просто очень люблю. Но нужно было, чтобы ноты были правильные, иначе там бывает, знаете, у нас есть такой Барт Анатолий Киреев. Кто-то не слышал, да? То если там одну ноту неправильно, то он тебя сгрызет просто все, вцепится в горло и все. Да, поэтому, да. Ну я подумал, что вдруг там есть такой у нас Геннадий Гладков, гениальный, кто-то финил все для песен, для фильмов Захарова, там, ну вы знаете, наверное, давайте не громко. Я, кстати, один из немногих, кто умеет играть эту песню из нашей, в России, да. Потому что, да, слава богу, да, потому что это не без гордости, потому что это там очень сложно. Но я хочу сейчас петь другую песню, тоже в мажоре, да. И вот когда там мои друзья отнесли, я еще не знал его лично, отнесли, и говорят, вот дайте ноты этой песни. Он говорит, а кто будет петь? Он говорит, вот братья Мещаки. Знаешь, что он сказал гениальную фразу? Мещаки не испортят. Все знают эту песню, да? Потом вы сейчас свои не переживайте. Это осень, к нам с тобой шла шок, сошла с картины. Тонкой нитью паутины, Вновь связала нас. День прозрачный, Полон света золотого, На меня ты смотришь снова, Как в последний раз. Мы друг друга ни о чем с тобой не спросим, Догорая в листьях осень нам дает наказ. Грусть напрасна, Грусть напрасна, Потому что жизнь прекрасна, Если ты живешь и любишь, как в последний раз. Может, завтра суждено нам вновь расстаться, Может, будет продолжаться сказка не для нас. Тает в небе треугольник журавлины, На ветру горят рябины, Как в последний раз. Мы друг друга ни о чем с тобой не спросим, Догорая в листьях осень нам дает наказ. Грусть напрасна, Грусть напрасна, Потому что жизнь прекрасна, Если ты живешь и любишь, как в последний раз. Если любишь, как... Соло сейчас будет! Грусть напрасна, Мы друг друга ни о чём с тобой не спросим, Догорая в листьях осень нам даёт наказ. Грусть напрасна, потому что жизнь прекрасна, Если ты живёшь и любишь, как в последний раз. Если любишь, как в последний раз. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, друзья. Знаете, когда-то, это было часа полтора назад, Помните про застолье, да? Вот такая песня. Сочинил стихи Лёши Морозов. Это была вторая песня, что мы с ними сочинили. Но это было по 60-70-80-е годы. А мне захотелось, чтобы было что-то уже написано про наши весёлые годы. Где-то уже 2000-е и начало уже 2010-е. Я подумал, что кто ещё может сочинить эти стихи, Ну, кроме как наш друг Тимур Шауф, мой друг Маша. Да. Я позвонил Тиме и говорю, Тима, вот такая история, я хочу вот это и это. Он говорит, да без проблем, сделаем. Да. Проходит полгода, тишина. Я ему пишу смс-ку, состоящую из двух букв. Ну. И через неделю появилась уже песня. Я её пою на концертах. Он записал на пластинку тоже. И он записал на пластинку и тоже поет в концертах. Вот такая песня у нас и получилась. Как мы жили, пили, пили и не чуели подвоха, Век двадцатый нас молол, да не смолол. Но пришла тут деловая креативная эпоха, Учит жить и нагло лезет к нам за стол. И какие к чёрту песни, и какая там культура, Ты, мой друг, или чудак, или святой. Есть такое выражение, уходящая натура, Говоря по-современному отстой. Эй, родная держава, мы всё ещё здесь. Нас немного осталось, но мы ещё есть. Добрели от застоя к отстою. Пусть упрямое время идёт напролом, И всё меньше друзей за накрытым столом. Но шумит ещё наше застолье, Но шумит ещё наше застолье. Как-то жить тут стало скучно, Говорят, что эта зрелость одинока, Как в троллейбусе пустом. Жизнь вроде получилась, Может, большего хотелось, Но не скурылись, спасибо не на том. Так давайте что ли выпьем За свою ветхозаветность, А как выпьем, обязательно споём. Про туманы и про горы, Про друзей, про честь и верность, Но про всё это отстойное старьё. Эй, шаляное застолье, Как вся наша жизнь, Наше дело простое. Терпи и держись, Бой за только пустого стакана. Пусть суровое время идёт напролом, И всё меньше друзей за накрытым столом. Расходиться пока ещё рано, Расходиться пока ещё рано. Эй, родная держава, Мы всё ещё здесь, Нас немного осталось, Но мы ещё есть. От застоя к отстою, Пусть упрямое время идёт напролом, И всё меньше друзей за накрытым столом. Но шумит ещё наше застолье, Но шумит ещё наше застолье, Но вот и опять застолье. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Когда-то, лет десять назад, Я дружу просто с ребятами из группы «Секрет», С вашими хлопцами. Да. Уже довольно давно, Уже больше двадцати лет. Был у них какой-то юбилей, Я услышал, что они поют какое-то такое произведение, Которое там всё отражено. И очень хорошо. Мне так понравилось. Я звоню Лёше Морозову, Мой другу. Говорю, вот послушай вначале их, А потом уже придумай что-нибудь своё. Да. В общем, он придумал. Потом, после этого, значит, подумал Сергеев. Там одну треть переписал. Брат мой что-то написал. И даже я написал один куплет, Который, я вообще не пишу стихов, Но тут накипело. Да. Ну, я что хочу сказать. В нашей жизни всё может быть. Как выясняется, да, всё очень быстро И скоро. И, ну, кто знает эти песни, Он всё поймёт сразу, да. А кто не знает, это просто песня. Вот так получилось, да. Очень так интересно. Садки в Семанске, звезда над равниной, Град Легенцовой, снежок поутру, Ночи новогодние, клюв журавли, Рижский вокзал на московском ветру. Если всем однажды приснится, Горечи спит из земного ковша, Вновь защебечет бродяжка синица, Божьего корма запросит душа. Снова почудится над головою Ангела Божьего. Лёгкий полёт, небо прольётся Водой дождевою, бьющая крышу Всю ночь напролёт. И по Москве, милицейскою ночью Нас повезёт. Молчаливый дебил, но не отыщет И старый извозчик, дворик, В котором Татьяну любил. Сад Геттиманский, звезду над равниной, Град Леденцовый, снежок поутру, Ночи новогоднюю, клюв журавлины, Рижский вокзал на московском ветру. Всех уходящих простит Палестина, Где нам уже не бывать никогда. Слёзы раскаяния блудного сына Смоет с ладони живая вода И забывая разлуки невзгоды Мы улыбнёмся любимым своим И под прощальный гудок парохода Всех провожающих благословим. Сад Геттиманский, звезду над равниной, Град Леденцовый, снежок поутру, Ночи новогоднюю, клюв журавлины, Рижский вокзал на московском ветру. И как счастливые годы застолья, Не замечая безумства стихий, В маленькой кухне присядем за столик Лучших поэтов, читая стихи. В небе зелёном, над облаком красным Вместе с осенней листвой закружись, Не забывая, насколько прекрасна Наша беспечная вечная жизнь. В небе зелёном, над облаком красным Вместе с осенней листвой закружись, Не забывая, насколько прекрасна Наша беспечная вечная жизнь. Я бывший там, где вы не бывали Я повидавший то, чего вы не видали Я уже там, стоявший одной ногою Я говорю вам, жизнь всё равно прекрасна Да, говорю я, жизнь всё равно прекрасна Даже когда трудна и когда опасна Даже когда несносна, почти ужасна Жизнь, говорю я, жизнь всё равно прекрасна Вот оглянусь назад, далека дорога Вот погляжу вперёд, впереди немного Что же там позади города и страны Женщины были Жанны, Марии, Анны Дружба была и верность, вражда и злоба Комья земли стучали, а крышку гроба Стали с хором над тёмною той рекою Ласково так помахивал мне рукою Ниточка жизни, шарик непрочно свитый Сыпкий туман надежды, дымок соблазна Штопаны, перештопаны, мяты биты Жизнь, говорю я, жизнь всё равно прекрасна Здравствуй, мой друг воробушек С Новым годом, холодно, братец, а всё равно прекрасна С Новым годом! Спасибо, друзья. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Ну, ладно. Вы знаете, когда-то наш художественный нарководитель писал «Нашевека», которого мы очень дружили, Виктор Семенович Берковский, он говорил так в конце вечера, когда приносили цветы, извините, но сегодня, да, все-таки я не девушка, он сказал, цветочки надо отрабатывать. Да, как бы, ладно. Сегодня отрабатываем аплодисменты. Спасибо вам большое, что пришли сегодня. Давайте. Старенькая-старенькая песня, тоже на стихии. У вас уже левитанского пели, значит, еще и левитанского им закончим. День прошел, как и не было, не поговорили, не поговорили. Виделись, не виделись, ни за что обиделись, помирились, встретились, шуму натворили. Год прошел, как и не было, не поговорили. Я люблю, как и не было, не сказал, как и не было, Я желаю, как и не было, Не работаю, как и не было, нечего, как и не было, не было. Дорога-дорога, разлука-разлука, Знакума до срока на дорожке Дорожная мука и отчье племя, И близкие души, и лучшее время Всё дальше, всё глуше, и лучшее время Всё дальше, всё глуше. Лесная сорока, одна мне подруга, Дорога-дорога, разлука-разлука, Устала в пыли, я плетусь, как острожник Темнее вдали, приуныл подорожник И страшно немного, без света, без друга Дорога-дорога, разлука-разлука, Дорога-дорога, разлука-разлука, Дорога-дорога, разлука-разлука, Надеюсь, это будет недолгой. Спасибо. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо.